Привет друзья! Приветствую вас на своем канале Zorba. Мы с вами сейчас разберем такую игрушку называется Stranges from Outer Space. Нашел я ее вот на этом сайте VivaGames. Я тут пасусь частенько, много тут всякого есть интересного. Игра, как оказалось, 1995 года. Жанр игры аркадная. Сейчас мы посмотрим карту этой игры, которая разбита на три части. Честно говоря, сути самой игры я не понял. Стартуем мы вот отсюда в старт. И нам надо пройти через препятствия, через там всяких монстров. Вот сюда. На каждой игре помечено, ой, на каждой карте помечен старт и помечена окончательная точка, куда нам надо прийти. Как видите, три раздела карты. Давайте я пока буду с вами разговаривать, сделаю превью этой игрушки. Ну, в игре это, собственно, там ничего такого особого нету. Просто передвигаюсь по лабиринту. Собираешь какие-то предметы. Но начало игры прикольное. Вы все увидите сами. Так, сохраняем. Добавляем фон. Вот так. Так, выравниваем по серединке. Применяем и добавляем логотип. В общем, друзья, сейчас начнем играть в эту игру. Посмотрите ее. И обсудим каждую часть этой игры, если вы не против. Так, применяем. Сохраняем. Ну что, погнали играть. Друзья, перед вами карта. И вот здесь вот это у нас старт. Проходим через все препятствия. Смотрим, каким образом мы до конца можем дойти. И вот тут вот у нас финиш. Итак, приступаем к игре. Вообще, эта игра, мне кажется, связывается с инопланетянами. А вообще, создание ее было начато, по-моему, в 80-х годах. Я так коротко о ней прочитал историю. И оказалось, что она была создана, начата, была в разработке в 80-м каком-то году. А вот только сейчас, ой, ну не только сейчас, а в 90-х годах, ее закончили делать. То есть, она была какие-то года заморожена. В общем, у нас главный персонаж вот такой горбатый штруц. Тут у нас машины. Мы по машинам можем лазить. Очень смешно он передвигается по лестницам. А мы берем предметы. Друзья, вот честно сказать, я увидел эту игру. Михаил захотел поделиться ею с вами. Но, возможно, кто-то из вас эту игру видел, играл в нее. Я не понимаю, для чего нам надо собирать эти все предметы. Конечно, есть такая мысль, что, собирая эти все предметы, мы это все несем к финишу каждого уровня. Здесь очень хорошо обозначены уровни игры. Они написаны прямо вот на картинке. Мы только что видели, что мы дошли до какого-то третьего уровня. И прикольно здесь появляются вот эти монстры. Ну, как прикольно. Необычно. Не так, как во всех играх. То есть, они появляются тут со звуком. И пытаются нас убить. Но, слава богу, авторы этой игры наделили нас оружием, которым мы можем стрелять в них. В принципе, как бы графика в этой игре неплохая. Прикольно. Нарисованы машины, автобусы. Там я смотрю фиш. Это рыба. Машины с рыбой. Ну, наверное, скорее всего, это лавки. Продажные лавки, которые продают рыбу. Затем вот эти кольца, которые прыгают. Ну, эти кольца нас могут убить, если мы до них дотронемся. Поэтому лучше в них стрелять. Да, вот так вот. Имея карту, конечно, по карте можно играть и быстро пройти эту игру. Но ни в коем случае нельзя играть без карты. Потому что ходить, бродить здесь придется очень долго. Тем более, что в этой игре идет время. Если вы посмотрите, обратите внимание, свой левый нижний угол, то увидите, что у нас, ну, в принципе, 48 минут. 48 минут. Если авторы сделали такой промежуток времени, то значит они рассчитали, что за такое время доступно прохождение. Так, с левой стороны у нас располагаются... Я даже не знаю, как это назвать. Скорее всего, что это предметы, те, которые мы подбираем. Оружие, то есть у нас есть патроны. У нас даже есть нож. У нас 7 ножей, 13 пуль, 4 парашюта. То есть, смотрите, мы, когда прыгаем с платформы, не сползаем с нее по лестнице, а прыгаем с платформы, мы спускаемся на парашюте. Если у нас парашюты закончатся, то мы потеряем жизнь. Хотя я смотрю, что жизни здесь нету. Поэтому, если мы умрем, мы начнем игру с самого начала. Перед каждым уровнем я показываю карту. Так будет проще понять. И вот мы прошли первый уровень. И показываю вторую карту. И вот он старт. Старт игры, откуда мы начинаем. И показываю финиш. Вот он финиш. Ну что, переходим ко второму уровню. Он немножко другой. И монстры тоже другие. Но появляются они также. Лазит он по лестницам уникально. Вообще, он... Такое ощущение, что не лазит на лестнице. А когда он спускается, это более реалистичнее, чем он поднимается. Потому что обычно, так как он лазит по лестницам, ну... Люди спускаются так по лестницам. Но не лазят. Не залазят наверх. Расставляя ноги и руки на ширину плеч. И лезть по лестнице. Ну... Это, конечно, да. Ну, могли бы как это сделать. Ну, смешно получается. Согласитесь. Что это такое. Да. В общем, вот такая вот забавная игрушка. Но она короткая. Имея карту под рукой, как обычно, игра проходится очень быстро. Буквально ей надо минут 10 Для того, чтобы нам пройти до конца уровня Так, и мы уже приближаемся К финишу Есть какие-то комнаты с цветами Офисы, картотеки Но не суть Так, если по карте смотреть То мы уже на финише Вот он, финиш Вот мы сюда дошли И вот мы показываем карту для третьего уровня Вот здесь у нас старт Я ввожу белым кружочком А вот здесь у нас финиш И погнали проходить последний, третий уровень Отличается он от всех тех Монстрами Ну и естественно, конечно Расположение лабиринта Этого всего Но я же повторяю Если смотреть по карте Можно пройти это все гораздо быстрее Так, а время Время у нас Которое сейчас идет с левой стороны В нижнем углу Оно общее На всю игру То есть Оно дается На всю игру И за счет этого Мы За счет этого времени Мы должны пройти всю игру То есть Нам не дается отдельное время На один уровень На каждый уровень Это дается на всю игру Так Ну что, друзья Вот такая вот игра Нашел я ее случайно Решил ее показать вам Вот у нас такие дикообразные Рогатые позы Вообще-то какие-то космические уроды И мы приближаемся уже К концу третьего уровня И это уже В принципе Конец игры Там нас дальше будут поздравлять Ну, как обычно Тем не менее Я думаю, что это видео Было интересное Для вас Пишите свои комментарии Ставьте лайки И дизлайки Если вам не понравилось А я с вами буду прощаться До следующего ролика Какого-нибудь Какой-нибудь ролик Для вас подберу Ну, это конец игры, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok